Упразднить штаты и передать. На неделе в России произошла масштабная реформа в силовых структурах страны. Президент Владимир Путин подписал указ, которым упразднил Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков и Федеральную миграционную службу. Как сообщается, штатная численность этих служб передается в МВД, а штатная численность ФМС сокращается на треть. В документе говорится, что преобразования проведены в целях совершенствования госуправления в данных сферах. Слухи о возможной ликвидации двух федеральных служб ходили уже больше года, но в 2015-м все ограничилось лишь оптимизацией этих ведомств. И еще в России создается Национальная гвардия. Формировать ее будут на базе внутренних войск МВД. По словам президента, новый федеральный орган исполнительной власти будет заниматься борьбой с терроризмом, организованной преступностью. В тесном контакте с МВД продолжат исполнять те функции, которые исполняли подразделения ОМОНа, СОБРа. Эксперты уже говорят о существенном повышении статуса новой силовой структуры с особыми задачами. О реформе мы говорили в нашей студии в эту пятницу. Беда всех наших реформ в правоохранительной сфере – это отсутствие концепции правоохранительной деятельности и безопасности. До сих пор она в Российской Федерации не существует. И поэтому происходят эти шарахания, шаги, когда мы, не подключив ученых, не подключив мировую практику, не подключив региональной власти, не выработали, каким образом отличить безопасность раскрытия преступлений, исполнения наказаний, исполнения судебных решений в Российской Федерации. И поэтому вот эти накладки произошли, и, конечно, это будет болезненно. Опять надо будет переодевать людей, менять вывески, удостоверения, печати, платить какие-то пособия, объединять инфраструктурные учреждения, вузы, информационные центры. Это опять не миллионы, это миллиарды денег, которые лучше бы направить на заработную плату рядовых сотрудников полиции, на их техническое оснащение. Я знаю, что участковые не пользуются, потому что мобильной связью государственной, они своими телефонами, у них не хватает ГСМ. ГСМ. Это может быть где-то на высоком уровне. В данном парадном виде в низах, там уровень с материальной обеспеченностью не самый высокий. И именно там нужно наращивать присутствие людей и, конечно, убирать дублирование функций, которое у нас сложилось, когда наркопреступлением занимались два совершенно разных ведомства, дублировая, конкурируя с друг другом, создавая внутрикооперативные войны, о которых мы там все читали. Все это не на пользу населению, не на пользу правопорядку. Эти изменения, эти изменения мне представляются совершенно аналогичными. Почему? Потому что та же Федеральная служба по контролю за оборотом наркотиков, она фактически, как широко известно это, раскрывала лишь треть, 30% всех преступлений, связанных с оборотом наркотиков. Далее, она изымала лишь треть тех наркотических веществ, которые изымались в Российской Федерации. А 70% это в основном жили с на плечи того же Министерства внутренних дел. То есть логика тут налицо, правильно? Также, если рассмотрим ту же работу Федеральной миграционной службы, ну, не надо быть такими наивными, Федеральная миграционная служба в свои основные мероприятия, при проведении своих основных мероприятий, она неизбежно обращалась к той же полиции, правильно? Только так. Да, к тому же Министерству внутренних дел. Самые слабые – это фланги во время войны. И в любой ситуации. Кто эти фланги будет обеспечивать? Как будет взаимодействие организовано между Нацгвардией и между МВД? Это проблема очень серьезная. И к этой проблеме нужно подходить с открытыми глазами. Потому что вопрос совершенно четкий. Если сейчас ОМОН выскакивает на происшествие, связанное, допустим, с появлением вооруженного преступника, через пять минут после поступления приказа министра, как будет выскакивать этот же ОМОН, когда он перейдет в Национальную гвардию? Потому что министр не сможет дать приказ к ОМОНу. Он может только попросить начальника Нацгвардии, чтобы он выделил силы ОМОНа. А как начальника Нацгвардии будет поступать? Какие ступени будут принять этого решения? Мы пока ничего не знаем. И поэтому вот рано, рано лезть в глубину этого вопроса. Потому что мы с вами многого не знаем. Мы не знаем деталей. А эти детали определяют все. Все для удобства клиента. С 15 апреля в системе Платон произойдет ряд изменений, которые, по словам разработчиков, сделают ее более удобной для пользователей. Сами же бизнесмены по-прежнему не согласны с правилами, а некоторым и вовсе придется перейти на нелегальный режим проезда. Итоги первых пяти месяцев действия системы обсудили на неделе в Казани. Как выяснилось, всего удалось собрать 287 миллионов рублей. И первым инвестпроектом, реализованным на эти средства, станет строительство моста через Каму в Мамадышском районе. Кстати, Татарстан практически побил рекорд по количеству зарегистрированных в Платоне. Сегодня в республике это 90% всех перевозчиков. Детали у Елены Горбунчиковой. В Казанском центре выдачи бортовых устройств системы Платон сегодня наплыв водителей большегрузов. С 15 апреля все, кто не прошел регистрацию в системе, не сможет проехать ни по одной федеральной трассе. Иначе штраф на первый раз в 5 тысяч рублей, на второй в два раза больше. На сегодняшний день в Татарстане выдано 14 тысяч бортовых устройств. Пройти регистрацию в Платоне и в Минтрансе России перевозчикам советовали еще в начале года, но многие оставили процедуру на потом. В отличие от некоторых российских регионов, в Татарстане в Платоне начали работать 90% транспортных средств. Это более 5 тысяч перевозчиков, 25 тысяч большегрузов. Владислав Абрамов из тех, кто против Платона. У него два большегруза, с каждого в год налогов уже платят по 600 тысяч рублей. Сейчас идет выдавливание малого бизнеса из этой сферы. То есть идет монополизация рынка. После того, как мелкие уйдут, крупные взвинтят монопольные цены на перевозки и, соответственно, мы увидим это все в магазине. До кризиса 2008 года Абрамову было 6 машин. Сейчас выживает за счет старых клиентов, связи с которыми он работал за 20 лет. У меня машина проходит в год 150 тысяч километров. 150 тысяч. Умножаем на рубль 53, получается 230 тысяч в год. Когда Платон заработает в полную силу, это будет 3,73. Там уже 560 тысяч машин. То есть эти деньги еще надо суметь заработать. Это очень редко, когда получается в год заработать столько денег. И вместо того, чтобы эти деньги принести в семью, вложить в бизнес, мы будем отдавать эту Платону. Минтранс России заявляет, что льготная ставка до конца лета не будет меняться. Но до 2018 года ее в два раза все же придется поднять. Для законопослушных перевозчиков обещают льготы. Сейчас прорабатывается вопрос о вычетах из транспортного налога. Вообще от Платона лишь одни блага, заявляют Минтрансе. Многие перевозчики, к примеру, уже пересмотрели свою логистику. Исходя из того, что более длинные маршруты оплачиваются за большее количество пройденных километров. И на сегодняшний момент мы увидели, что количество отправок по продуктам питания, молоко или другие грузы на 2 или 3 тысячи километров, как правило, машины отправлять перестали. Платон позволит вывести из тени нелегальных перевозчиков. А Минтрансу наконец-то выяснить, какие федеральные дороги наиболее загружены. А значит, более эффективно направить средства на их модернизацию. За 4,5 месяцев работы системы Платон в Федеральный дорожный фонд поступило 5 миллиардов 700 миллионов рублей. Из них 290 миллионов – это вклады торстанских дальнобойщиков. Ранее заявлялось о том, что все деньги будут перечисляться на улучшение качества федеральных трасс. Сегодня в Минтрансе уточнили, что не на дорожное покрытие, а в первую очередь на возведение уникальных мостовых сооружений. В Татарстане деньги будут выделяться на строительство нового моста через Каму в Мамадыши. Правда, его возведение начнется не ранее, чем через полтора года. Елена Горбунчик, Вольфер Камилевский, Эфир 24. Сейчас очень модно говорить о поддержке малого и среднего бизнеса. Это посыл президента. Это понятно, но если смотреть по фактическим действиям, то это расходится от слов и к делу. Потому что поддержки малого и среднего бизнеса его нет. Если комментировать сюжет, вот сейчас Владислав Абрамов говорил, я с ним соглашусь, что достаточно трудно им сейчас выживать, особенно малого и среднего бизнеса. Я бы заострить хотел внимание, что сейчас очень много говорится, что Платон выведет из тени недобросовестных перевозчиков. Я считаю, это неправильно, потому что Платона задача совсем другая. Из тени выводить должны другие органы. Есть налоговые органы, вот они должны выводить из тени, кто там в тени, кто там недобросовестный и тому подобное. У Платона совсем другая задача. Платон заявленной целью собрать деньги на дорожное строительство. Вот их задача, вот они и должны эту задачу делать. Мы выходили с предложением уже многократно на тот же Минтранс. Вот сейчас вот с Платоном создали рабочую группу. То есть мы выходили с предложением создать рабочую группу по вообще реформированию отрасли самой. Потому что ведь кроме Платона есть еще масса других вопросов нерешенных. Давайте их озвучим, самые наболевшие. Самый наболевший. Сейчас вот с 15-го числа идет фактически ужесточение действия Платона. Это раз. Параллельно сразу же закрывается на весенние ограничения дороги. Нас вчера обрадовали то, что и федеральные дороги планируются закрыть. Конечно, у нас есть полное недопонимание, почему мы платим Платон за дороги. Еще и мы весной должны не ездить. У нас мы берем кредиты, и когда мы берем кредиты, нам никто весной кредиты не уменьшает. Соответственно, это достаточно тяжелая нагрузка. И если мы говорим о том, что нужно поддерживать малый и средний бизнес, то нужно его делать на конкретных делах и тому подобное. Про весенние ограничения я уже сказал. Потом у нас ожидается режим труда и отдыха. Это очень болезненная тема. Потом переоборудование тахографа. Это тоже дополнительные расходы, потому что мы должны уже следует поменять наши тахографы на электронные. И у нас получается наш автомобиль грузовой обвешан как елка, становится всевозможными бортовыми устройствами. Там тахографы, платоны, глонассы и тому подобное. Сейчас есть предложение еще и платону ввязать с весогабаритными нагрузками. То есть фактически весь автомобиль будет в системах каких-то, и он едет и только успевает штрафы заплатить. Но по большому счету мы не против того, что деньги собирались бы на дорожный фонд. И мы готовы это платить. Это все, никто не против. Вопрос заключается в том, во-первых, эффективность расходований средств. Хотелось бы этой прозрачности какой-то, что если деньги собираются, что конкретно они не идут на дорогу. Это раз. Во-вторых, расходная часть на содержание платона достаточно большая, это тоже деньги. Потом, если говорить о поддержке, никаких льгот за все существование транспортного отрасли перевозчики никогда не получали. Ну, проблем достаточно много, и я думаю, что к этому должны присутствовать. То есть с нас постоянно... Ограничений все больше, и средств с нас занимаются все больше. У нас ограничений больше, мы во всем виноваты. И нас сейчас представляют в таком невыгодном свете, что мы какие-то там, не знаю, маргиналы, не платим налогов и плоти. Мы платим очень хорошие доходы, их просто никто не может нормально посчитать и показать реальную картину. Я вот недавно посмотрел статистику РЖД за последние 5 лет. Средняя доходность РЖД ежегодно – это 50 миллиардов рублей в год. Если посмотреть доходность, которая транспортная отрасль ведет, она в разы больше. Количество работников в разы больше, чем на РЖД. Количество перевозимых грузов в разы больше, чем на РЖД. То есть мы, часть экономики, настолько важная, что без нас практически страна будет страна. Мы должны прислушиваться. Управление ФАС по Татарстану проверит информацию о резком скачке цен на бензин в Казани. Антимонопольная служба уже направила запрос в адрес крупнейших автозаправочных станций Татарстана. По данным Росстата, с 21 по 27 марта бензин подорожал на 0,3% и сильнее всего он прибавил в цене в Казани на 2,7%. Между тем, по мнению представителей УФАС, предпосылок для резкого скачка цен на бензин в Татарстане нет. Однако манипуляции рынком и злоупотребление, возможно, допускают они. Участники же топливного рынка объясняют столь резкое подорожание тем, что в регионе одни из самых низких цен на популярные марки топлива в округе. УФАС и в рамках Российской Федерации, и в республике работает очень щепетильно, очень тонко и очень точечно, и делает удары, поэтому никакой сговор мимо них не пройдет. На мой взгляд, мне так кажется. Поэтому я хочу сказать просто как участник этого рынка, никакого сговора абсолютно нет. Рынок, рыночные цены, более того, покупаются нефтепродукты в большинстве своем. Я сейчас говорю о коммерческих заправках. Заправка не принадлежащая ни Татнефти, ни Татнефти, ни Таифа, а частных заправках. Мы покупаем все на рынке на открытом, на биржах, доставляем автомобильным транспортом или железнодорожным транспортом до республики. И имея ту небольшую наценку, о которой я уже говорил, на самом деле она не такая большая. Не такая, какая была в 90-е годы, в нулевые. На сегодняшний день, я не жалуюсь, просто констатирую факт. На сегодняшний день прибыль не такая большая на заправках. Вы знаете, если существует цена на стелле, не всегда цена на стелле соответствует той цене, по которой покупатель покупает. Извините за тавтологию. То есть есть скидки, есть скидки выходного дня, есть дисконтные карты какие-то, есть какие-то корпоративные клиенты. Поэтому, ну а какие, вот ухищрения или еще что-то, я бы не сказал, наверное. Ну в убыток, наверное, какой-то период переждать, для того, чтобы вот эту разницу поймать, большую разницу между оптовой ценой. Наверное, люди идут на какие-то уступки, на какие-то скидки, больше, чем по году. По подсчетам Минфина, розничные цены на топливо в течение года могут вырасти на 7%. Это вот их заявление. Вы согласны с этой цифрой? Потому что некоторые считают, что до 10. Кто-то предрекает 40 рублей за литр 92. Вы знаете, просто тот же самый Минфин, то же самое правительство, оно просто переложило те 2 рубля и рубль на стоимость топлива, и получились те самые 7%. Я приведу другой пример. Допустим, в 2015 году инфляция составила порядка 13%, а цены на заправку выросли менее чем на 5%, а инфляция была 13%. Поэтому не суть, что они вырастут, а могут быть чуть побольше. Сегодня я слышал информацию уже, кто-то из правительства Российской Федерации выступал, говорил о 10%. Знаете, цифры такие. Я считаю, что 10% это вполне реальная цифра. Подорожание на 10% в течение года. Вернусь к законам экономики. Вы представьте, если в республике будет на 2, на 3, на 4 рубля дешевле, чем в других регионах, в соседних регионах. Что у нас получится? Что это будет? И вообще, есть ли такая возможность сделать такие цены? Это же рынок регулирует цены. На сегодняшний день у нас есть трасса М7, по которой проезжают мимо республики. И с того же Урала до Москвы едут. Ну, так не может быть в принципе. Согласен абсолютно со зрителями, абсолютно, конечно. Мне тоже обидно, что у нас цены дорожают, что у нас акцизы новые вводятся. Плохо? Конечно, плохо. Но это реалии жизни. Это реалии жизни. Куда нам, как быть? Но вы согласны с тем, что цены должны быть ниже, чем в других регионах? Значительно. Потому что мы все-таки, логистика у нас сама небольшая. Буквально два города, которые один добывая, другой перерабатывает. Вот они рядом стоят. Да. Допустим, по насыщенности в республике тем же самым 92-м бензином, на сегодняшний день завод, единственный, который работает и поставляет в республику 92-й, ТАИФ, покрывает порядка 40% потребностей республики. То есть 60% нефтепродуктов мы завозим. Это большая цифра, огромная цифра. 60% это та же логистика, это те же самые расходы на транспортные услуги. Поэтому дешевле, ну как? И как это, я себе даже не представляю. Скандал с программой социальной ипотеки. Ее участники, которые уже выиграли квартиры и исправно платили за свое будущее жилье, узнали, что им придется вновь проходить конкурс. Все сделки по соципотеке аннулировал Госжилфонд. Его исполнительный директор Талгат Абдулин заявил, что меры это вынуждены, разыгрывая квартиры заново в фонде рассчитывают вывести из программы тех, кто претендует на соципотеку незаконно. В деталях проблема разбиралась. Айгульни Замудзинова. Новость о том, что долгожданные квартиры вдруг перестали им принадлежать, у людей вызвала нервный смех. Информация появилась на сайте ГЖФ. И поначалу все подумали, что это просто сбой системы. Ведь квартиры в доме на Оренбургском тракте были разыграны еще пять лет назад. Сейчас эти деньги у нас просто теряются. 900 тысяч, три года у меня на счету. 900 тысяч, три года они... Что делали они с моими деньгами? Вот три года. Да, банки за проценты крутили. Получается дискриминация. Мы уже выиграли эту квартиру, так ведь? В 2013 году. Мы уже вообще не должны относиться к... Если бы мы могли заплатить больше, мы пошли бы в коммерческую ипотеку. Да, и мы платили коммерческую. Мы доверились государству, пошли в социальную. За годы ожидания некоторые успели выплатить полную стоимость жилья. Но теперь все это ничего не значит. В ближайшее время людям вновь предстоит пройти процедуру розыгрыша квартир. И не факт, что они въедут именно в этот дом. Они уедут куда-нибудь в пригород Казани. Мы раньше были в 2013 году, можно я скажу, по баллам было. А теперь уже у кого есть больше денег. Ну если получается у меня меньше денег, что получается? Я уже все, уже пролетаю. Ну это же... А я могу в Юдино или где-то там еще... Да, я должен в Юдино жить, потому что если нет денег. Низшего сорта будет. Вот так вот. Не только я, тут 306. Семей такие. Они так считают. Мы вот дискриминация. Они так считают. Должен у нас, зачем нам опять держаться? Они как дед-то как будто. Опять пусть дадут гарантии, но это же государство. И государство нам должно давать и гарантии. Собрание жильцов продолжилось сегодня утром в госжилфонде. Некоторые пришли сюда с маленькими детьми, которые, устав от томительного ожидания, спали прямо в холле. Мы с 9 утра стоим здесь. Вы бы хотели с вами тоже поговорить. Можете объяснить причину? Вы говорите, вы все решили. Что? Неудобные вопросы, кажется, завели представители ГЖФ в тупик. И только под напором нашей съемочной группы с требованием объяснить людям ситуацию сегодня была созвана экстренная пресс-конференция, чтобы объяснить, почему был нужен этот соципатичный переворот. Есть люди, которые выбрали жилье два года назад, перестали, пока платить, мы выбрали. А мы строим. Нам нужны деньги тоже. И деньги тоже вопрос есть. Второе. Люди устроились на работу на полсмены где-то в бюджетной сфере. Выбрали квартиру. Сейчас работают в совершенно других вещах. А нам дайте по социальной ипотеке. Есть такой вопрос. Мы хотим расчистить, чтобы действительно получили те, которые реально нуждаются. Подтвердить свое право на соципатичное жилье, по словам Талгата Абдулина, предстоит только тем, кто выиграл квартиры в недостроенных домах, которые еще не сданы в эксплуатацию. Причем соципатичный переворот пройдет по всей республике. И вопрос неуплаты мы также рассматриваем неоднозначный, а все зависит от того, каково семейное положение. Вы знаете, есть комиссия общественная, рассматривают доходы, что случилось. Если он тунеяйц распособленный не платит, то это один вопрос. Но бывает, что семья оказалась в тяжелом положении, заболела, потеря кормильца, еще что-то такое. Безусловно, мы стараемся решить проблемы. Между тем, люди, которые уже летом намеревались провести новоселье в доме по Оренбургскому тракту, намерены написать заявление в прокуратуру и в аппарат президента страны. Ведь слишком долго они ждали этих квартир, чтобы в одночасье их лишиться. Этот дом на Оренбургском тракте сами социопотечники называют проблемным. Сначала долгие годы здесь не могли решить вопрос с коммуникациями. На это ушло 4 года. И вот, наконец, когда теперь квартиры построены, двери для жильцов вновь оказались закрыты. Вот они, казалось бы, долгожданные 306 квартир. Но людей вновь отбирают мечту о собственном жилье. Айгуль Незамудинова, Дмитрий Рыженко. Эфир 24. Полиция Казани разыскивает пострадавших от деятельности кредитных потребительских кооперативов «Навигатор успеха» и «Союз капитал». В настоящее время расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам состава преступления по факту мошенничества. Следствием установлено, что кооперативы работали на территории Казани с 2013 по 2014 годы. Их филиалы также были в Набережных Челнах, Нижнекамске и Альметьевске, сообщает Пресс-служба управления МВД России по Казани. С заявлениями в полицию уже обратились 430 жителей Казани, пострадавших от деятельности этих финансовых пирамид. Все они заключили договоры займа с последующей выплатой процентов, однако спустя время выплаты прекратились, и они не смогли вернуть ни свои вклады, ни обещанные проценты. Сотрудники полиции просят пострадавших обратиться в следственное управление по адресу улица Большая Красная, 9А, или по телефону 294-5101. Первое, это вера в то, что деньги могут свалиться откуда-то просто так. Успею. Успею. Как вот с велосипедами мы говорили, что да я-то успею найти еще четырех человек и взять этот велосипед. Я же быстро, я все, у меня друзей много, я вот все сделаю. Но это там вот, ну, кому интересно, можно в интернете посмотреть, там есть целые математические формулы, как быстро растут пирамиды. То есть это, ну, это уже все известно. Поэтому это первое. И второе, как ни странно, в условиях кризиса, когда у людей доходы падают, часть людей уходит в осторожность, они начинают очень осторожно себя вести, держать все. А часть, может быть, даже от безысходности ищет варианты быстро как-то получить деньги, чтобы рассчитаться там с кредитами, с какими-то проблемами. И вот, как ни странно, в условиях кризиса спрос вот на эти услуги, он растет. И вот, как ни странно, вот тоже надо понимать, что ни в коем случае нельзя вкладывать в такие проекты, даже в хорошие микрофинансовые организации, и уж тем более пирамиды какие-то, часто бывает заметно сразу, что это пирамида, ни в коем случае нельзя вкладывать последние деньги. Последние деньги, они должны быть неприкосновенные. Вот их нельзя, вот я, ну здесь только, наверное, пропаганда. Есть рекомендации, которые надо следовать. Если вы хотите вкладывать деньги, вкладывайте их в банки. Суммы до миллиона четыреста тысяч рублей на каждого человека в одном банке у нас застрахованы государством. Система страхования работает хорошо. Да, на нее нагрузка в последние годы большая, но, тем не менее, надо признать, она работает вполне. Мы слышали громких дел, когда банкротили банки, да, и есть выплаты конкретно. Но, тем не менее, выплачиваются. Поэтому, если вы не обладаете квалификацией оценить, что это, финансовые пирамиды или нормальная микрофинансовая организация, не надо туда идти. Идите в банк. Приходите в банк. Первый вопрос, который вы задаете, есть ли у вас лицензия, выданная центральным банком. Она должна быть в свободном доступе и на сайте, и на стенде. И она есть, по любому, по первым требованиям вам должны предстоять. Задайте второй вопрос. Причем, момент. Это вот этот документ. Они его должны продемонстрировать. Оригинал или ксерокопия? Нет, оригинал хранится в головном офисе. Он в единственном экземпляре. То есть его, естественно, никому на руки не дадут. Но ксерокопию с регистрационным номером и по сайту центрального банка можно всегда проверить. Можно проверить. Все действует. Второй вопрос задаете. Входит ли банк в систему страхования вкладов? Об этом тоже свидетельство должно висеть на сайте. Есть и на сайте, и на стенде. Вам должны представить. Там есть тоже регистрационный номер. Заходите на сайт агентства страхования вкладов, убеждаете, что действительно они входят. И вы можете быть уверены, что суммы до 1,4 млн. вложены в этот банк, вам вернутся даже в случае банкротства. Это самый спокойный вариант. Да, доходности невысокие, но зато спокойные. Если вы решаетесь на какие-то другие вложения, то надо понимать, что они несут риск. И если что-то там случилось нехорошее, ну, можно, конечно, написать заявление в правоохранительные органы, но по сути надо смириться. То есть надо, вот это соотношение риска и доходности, это одно из базовых экономических правил. Ну, от него никуда не денешься. Поэтому надо понимать, чем больше доходность, тем больше риск. Это было «Главное за неделю». Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова